Всем привет! Сегодня не из Нидерландов. Сегодня мы находимся с Риком в Германии, в городке Нойс возле Дюссельдорфа. Сюда мы приехали по традиции, ездим мы каждый год в Германию на рождественские рынки. Будем мы здесь два дня, поэтому всем, у кого есть желание окунуться в рождественскую новогоднюю атмосферу, этот влог точно для вас. Приглашаю вас вместе с нами прогуляться по рождественским рынкам. Всем приятного просмотра! Ребята, только что мы заселились в отель. Название отеля, как всегда, оставлю в описании под этим видео. Сделаю для вас небольшой рум-тур, покажу, как выглядит комната, и потом пойдем с вами уже на рождественский рынок. Комната небольшая и не маленькая, то есть нормальный средний размер комнаты. Сразу входа ванна с туалетом. Вот большой такой отдельный душ здесь. Просторно достаточно. Вот, и все новенькое, все чистенько, красивенько, отель замечательный. Мы уже сюда не первый раз приезжаем, наверное, раз третий в этот отель и всегда довольны. Вот, двухместная кровать двуспальная и прекрасный вид. У нас даже небольшой балкончик. Сейчас посмотрим, можно ли на улицу выходить. Да, можно даже выйти на улицу. Вот такой небольшой балкончик с видом на природу. Здесь даже у нас какой-то канал. Вот, и на сам городок Нойс. Все, ребята, вот такой небольшой рум-тур был. Собираемся, и мы сейчас с Риком отправляемся прогуляться по городку и на рождественский рынок. В Германии, кстати, обязательный масочный режим тоже сейчас. И перед тем, как нас заселили в отель, у нас спросили QR-коды на вакцинацию. Вот, мы показали. Город Нойс расположен недалеко от крупного города Дюссельдорф. И этот городок очень уютный. Здесь расположен наш с Риком любимый рождественский рынок. Мы приезжаем сюда каждый год по традиции. Ну и что очень удобно, это то, что можно взять трамвай, буквально минут 10-15 на трамвае, и вы в самом центре Дюссельдорфа. Даже не верится, что мы снова здесь. В прошлом году у нас не получилось приехать, потому что всем знакомый коронавирус все испортил. Вот, но в этом году мы снова здесь. Посмотрим, как выглядят рождественские рынки во время пандемии. Все-таки сейчас время до сих пор неспокойное, тем более в Европе у нас еще одна волна началась и так далее. Поэтому мне очень интересно, как же все там будет. Сейчас все сами увидим. В городе Нойс мы с Риком еще ни разу не были летом, хотя мне кажется, что и летом здесь тоже очень уютно. Можно прогуляться по этим улочкам, походить по магазинам. Ну а зимой главным развлечением в этом городе являются, конечно же, рождественские рынки. Здесь вы встретите много туристов из Нидерландов, либо из Бельгии. Люди приезжают сюда на рождественские ярмарки, выпить Глинтвейна и просто окунуться в атмосферу Рождества и Нового Года. Ребята, можете нас с Риком поздравить. Рождественский рынок все-таки состоялся. Мы нашли его, сидим уже сейчас, заказали Глинтвейн наш любимый. Ну и давайте за рождественский рынок, за его начало. Рождественский рынок в этом году мог не состояться из-за коронавируса, конечно же. И мы с Риком вышли на площадь, где он раньше был, где он был два года назад, и там ничего не было. И мы так испугались, думаем, ну все, не будет у нас в этом году рождественского рынка. Но позже мы прошли немножечко дальше, с другой стороны церкви, на другой площади он оказался, слава богу. Мы очень обрадовались, потому что иначе было бы, конечно же, очень скучно. Мы только что выпили с Риком по Глинтвейну, взбодрились сразу, нам тепло стало. Сейчас решили пойти куда-нибудь в ресторанчик и где-то перекусить. И позже мы вернемся обязательно сюда, на рынок рождественский, и я сделаю для вас экскурсию. Прогуляемся вместе с вами. Я возьму, наверное, вот такую Гюри Ворст, немецкую колбаску Гюри с картошкой фри за 7,95. А вот и моя колбасень. Смотрите, какая аппетитная. Рик заказал себе шницы с грибами. Приятного аппетита нам! Ну что, ребята, мы только что замечательно перекусили с Риком и продвигаемся снова на рождественский рынок. Буду для вас снимать, показывать что да как там, очень много интересного, и очень уютная рождественская атмосфера. Ребята, поснимаю немножко для вас рынок рождественский. Во-первых, здесь продаются различные свитеры, одежда, курточки, шубки, сумочки и так далее. И, конечно же, разные сувениры. Это вообще здесь прям распространено. Например, разные вкусные печенки, шоколадки. Все такое классное в рождественском стиле. Рождественские рынки в Германии начинаются где-то в середине ноября, и проводятся они аж до самого Рождества. В основном, конечно же, скопление туристов происходит в выходные дни, но и некоторые рождественские ярмарки открыты также и среди недели. Зависит все от места, где они находятся. Это все можно заранее посмотреть в интернете, если вы собираетесь, например, на рождественскую ярмарку в Германию. Что я очень люблю в немецких вот таких рождественских ярмарках, так это и вкусная еду, которую они продают прямо на ярмарках. Например, немецкие колбаски, либо какое-то мяско кусочками нарезанное, типа нашего шашлыка с лучком. В прикуску с булочкой это очень вкусно, тем более на свежем воздухе аппетит разыгрывается еще быстрее. А если еще к этому всему взять по бокальчику Глинтвейна, то это вообще сказка. Наверное, многие люди приезжают на такие рынки, на ярмарки рождественские именно за этим, чтобы под музыку выпить Глинтвейна, закусить чем-нибудь вкусненьким и просто уютно провести время со своими друзьями, либо родными. Решили еще поехать сегодня вечером в бар посидеть с Риком, а завтра уже поедем на рождественский рынок в Дюссельдорфе и, конечно же, возьму вас с собой. До завтра! Ребята, доброе утро! Мы с Риком только что позавтракали и уже готовы выезжать в город Дюссельдорф. Сегодня мы поедем туда не просто так. В город Дюссельдорф мы с Риком ездим уже с 2011 года. У нас традиция на рождественские рынки мы туда ездим. Также есть там одна лавка, где продается Глинтвейн и кружечки. И мы вот привозим каждый раз по кружечке себе из Дюссельдорфа. Надеюсь, сегодня нам удастся попасть именно в эту лавку, купить там Глинтвейн и забрать нашу кружечку с 2021 годом. И если повезет, еще посмотрим, удастся ли нам также поймать кружечку 2020 года. Не знаю, есть ли у них такие, потому что в прошлом году рождественские рынки не проводились из-за коронавируса. Короче, сейчас поедем и все узнаем. Беру вас с собой. Поехали вместе в Дюссельдорф. Погодка сегодня достаточно серая, но, слава богу, нет дождя. Это уже радует. Если будет сухо, и вот как сейчас, то все будет супер. В Дюссельдорф мы поедем сейчас на трамвае. Прямо напротив нашего отеля расположена станция небольшая, куда приходят трамваи. На трамвае от городка Нойс до Дюссельдорфа примерно минут 10-15. И все, вы в самом центре Дюссельдорфа. Это очень удобно. Не нужно брать машину. Можно просто отправиться на рождественские рынки в Дюссельдорфе, выпить там глинтвейна. И не думать о том, что придется ехать назад потом за рулем, например. Дюссельдорф Дюссельдорф – это достаточно крупный город, очень богатый город. Здесь вы можете встретить различные магазины, например, Prada, Louis Vuitton, либо Chanel. Буквально на каждом углу можно увидеть интересные, дорогие, шикарные автомобили. Дюссельдорф, конечно же, впечатляет. Здесь также проводятся в зимнее время ярмарки рождественские. Они буквально разбросаны по всему городу. Можно хоть целый день гулять от одной ярмарки к другой. У нас с Риком есть свой любимый рождественский рынок в этом городе. Он расположен недалеко от набережной, возле реки Rhein. На этом рынке продаются кружечки с глинтвейном, которые мы с Риком коллекционируем еще с 2011 года. И именно туда мы сейчас и направляемся. Ребята, привет! Все, можете нас поздравить. Мы все-таки оказались на нашем любимом рождественском рынке в Дюссельдорфе и идем сейчас забирать очередную нашу чашечку. Надеюсь, что у нас получится. Кстати, при входе у нас спросили ID, спросили QR-код. И все должны были быть сначала в масках. Но сейчас мы попали уже на сам рынок, то есть маски можно на улице снимать. Но здесь очень строго проверяют. То есть правило 2G, это значит, что вы должны быть либо вакцинированы, либо вы должны только что переболеть короной. То есть с тестом коронавирусным, с тестом отрицательным на коронавирус вы сюда не пройдете. А вот и этот долгожданный момент, который я жду каждый год. Это и есть наша лавка, где продается глинтвейн и кружечки для нашей коллекции. Ребята, как я уже говорила, в прошлом году у нас не получилось поехать на этот рождественский рынок из-за коронавируса. Ничего здесь не проводилось. И поэтому мы пропустили нашу кружечку 2020. А в этом году нам получилось забрать кружку с 2020 годом, который мы пропустили в прошлом. Потому что в этом году они не делали пока кружек с 2021 годом. Наверное, просто не подготовились. Либо они хотят пока распродать кружечки с 2020, потому что в прошлом году они подготовились, но ничего не было. Ничего страшного, зато мы рады, наша коллекция теперь пополнится. Последняя кружечка в нашей коллекции была из 2019 года, теперь 2020. Это тоже здорово. А уже что будет с 2021 годом, не знаю. Посмотрим в следующем году. Я взяла себе такую колбаску, называется она Bratwurst, с карри таким соусом. Знаете, Ариль взял себе такую сосиску с булочкой. Тоже какая-то Crackerwurst. На этом рождественском рынке, как и на других, вы встретите тоже различные сувениры. Здесь, например, мужчина делал сам шарики для украшения рождественской елки из стекла. Тоже было интересно наблюдать, как он это все делает. И различные фигурки из стекла тоже он продавал. Вкусная еда, глинт, вень, сувениры. Все это вы встретите на каждом рождественском рынке в Германии. А здесь продаются драники, представляете? Только по-немецки они называются картофел-пуфер. Но это просто наши драники. Ну а сейчас, ребята, мы прогуливаемся по набережной вдоль Рейна. Очень красивое место, я его очень люблю. Здесь также есть колесо обозрения, так же, как и в Шхейпенинге в Гаге. Вот она сейчас за мной. Очень романтичное место. И здесь тоже внизу идут барчики, различные ресторанчики вдоль реки. Приезжают лодки сюда, корабли. И недалеко находится рождественский рынок. Наверное, многие из вас захотят мне задать такой вопрос. Ира, вам с Риком не надоело ездить в один и тот же город, на один и тот же рождественский рынок каждый год? И я могу с уверенностью ответить, что нет, нам не надоело. Нам очень нравится эта традиция. Это, я не знаю, в этом есть что-то романтичное даже, потому что иногда мы ностальгируем. Мы вспоминаем, как здесь было лет пять назад, например. И вообще, каждый раз какие-то новые у нас впечатления остаются от нашего мини-отпуска. Я надеюсь, что эту традицию мы будем с Риком продолжать еще долгие годы. Ну что, ребята, прогулялись мы по всем местам, по которым хотели в Дюссельдорфе. По набережной, на наш рынок рождественский заглянули. Сейчас еще прогуляемся по магазинам. Здесь очень много магазинов, прям целые улицы с магазинами. Прогуляемся по магазинам, посмотрим что-нибудь интересненькое. Если что, купим, обязательно покажу вам, уже когда вернемся в гостиницу. И такие планы у нас на сегодня. Сегодня вечером мы хотим еще пойти еще раз на наш любимый маленький рождественский рынок в местечке Нойс. Если хочешь узнать, что интересненького мы купили с Риком в магазинах в Дюссельдорфе, тогда досмотри это видео до конца. Ну что, ребята, последний вечерок у нас еще есть сегодня. Идем мы на наш рождественский рынок снова, вчерашний. Там будем пить опять Гринтвейн. И все, завтра поедем снова домой. Последний наш вечер на рождественском рынке в городке Нойс мы провели тоже очень уютно. Я надеюсь, что в следующем году нам снова удастся приехать сюда, что не будет никакого коронавируса. Давайте за это выпьем, чтобы все были живы, здоровы и могли нормально путешествовать без ограничений. Ребята, всем привет! Вот мы и снова в Нидерландах, вернулись уже домой. Мы провели просто замечательные выходные в Германии. Я напиталась предрождественской, предновогодней атмосферой. И я надеюсь, что мне удалось это передать в своем видео. То, что вы тоже немножечко почувствовали уже атмосферу праздника. Если это так, то обязательно поддержите меня и поставьте пальчик вверх под этим видео. Ну и, конечно же, жду ваши комментарии, понравилось ли вам это видео, понравилась ли вам прогулка по рождественским рынкам вместе со мной. Как и обещала, в конце видео показываю вам, что же мы с Риком купили в Германии на этот раз. Вы уже, наверное, заметили вот эти красивые сумочки за мной. Это мой подарок к Рождеству и Новому Году от Рика. Мы к нему сейчас вернемся. Сначала хочу показать, что же мы купили для Рика в этот раз. В этот раз мы купили для Рика такую прикольную куртку зимнюю. Вот она вот так вот выглядит, трехцветная она с капюшоном. Это курточка от фирмы Boss, Юха Босс. Рик очень любит эту фирму, у него есть уже и джинсы этой фирмы, и футболки, и кофты. И вот его коллекция пополнилась еще и такой замечательной курточкой. Она для нидерландской зимы очень хорошо подходит. Вот как раз то, что нужно для наших не очень холодных зим в Нидерландах. Думаю, что он будет носить ее с удовольствием. Курточка не из дешевых, она стоила 450 евро, но любимая фирма Рика и хорошее качество, поэтому я надеюсь, что она ему прослужит несколько сезонов, это 100%. Кому интересно, кстати, оставлю ссылку, если найду на эту куртку, в описании под видео. Может быть, кому-то это будет полезным. Вот, это что касается Рика, это его обновочка в этот раз. Ну и переходим, конечно же, к моим красивым пакетикам. Как я уже повторюсь, это подарок от Рика для меня к Новому году и Рождеству. И что же может быть здесь? Как вы думаете? Пишите в комментариях. В этом замечательном пакетике с бантиком находится моя новая сумочка, конечно же. Что же еще могла Ира присмотреть себе как подарок к новогодним праздникам? Конечно же, новую сумочку в мою коллекцию. У меня, кстати, есть еще видео на тему моих сумочек, про всю мою коллекцию сумочек. Кому эта тема тоже близка и интересна, обязательно проходите по ссылочке, она будет в описании под этим видео. А также здесь оставлю тоже для вас подсказочку. Ну что, давайте смотреть, что же там внутри, что же за сумочка спряталась здесь у нас в этом пакетике. Это сумка от фирмы Клои. Я очень давно хотела сумочку именно от фирмы Клои, смотрела, присматривалась. Мне нравились некоторые модели, но все-таки не до конца. Знаете, вроде нравится, вроде бы и нет. Но когда я увидела эту сумочку, я поняла, что да, это то, что я хочу. Это просто вот она меня, наверное, ждала. Сумочка находится тоже в пыльничке. Я все свои сумки всегда храню в пыльниках, потому что это позволяет им дольше оставаться красивыми, не пылиться. И также, когда вы достаете каждый раз сумочку из шкафа, например, чтобы не поцарапать ее, пыльничек все-таки ее как-то защищает. Ну что, давайте открывать мою новую сумочку, показываю вам. И вот она, моя красавица-малышка. Выполнена она полностью из кожи, конечно же. Хорошее очень качество. Есть отдельный ремешочек маленький, чтобы носить просто в руке. И большой ремень для того, чтобы носить сумку, как, например, кроссбоди. Эта сумочка небольшого размера, но сюда отлично помещается мой мобильный телефон. Как раз по размеру сюда входит. И также сюда помещается мой карт-волдер. Также ключи от квартиры, например. Ну и гель для рук. Самое такое важное все помещается в эту сумочку. Хотя, на первый взгляд, она достаточно маленькая. Что еще интересного в этой сумочке? Это то, что здесь есть лого Си. То есть, первая буква логотипа Клоуи. И эта буква непростая. Она может сниматься. И сюда можно надеть любую другую букву Си. Тоже приобретенную, конечно же, в магазине Клоуи. И поменять тем самым настроение сумочки. О чем я сейчас говорю, покажу лучше вам наглядно. И для этого мне понадобится мой маленький пакетик. Итак, что же здесь у нас находится? Здесь находится еще один подарок от Рика. Как бы продолжение к моей сумочке. Две небольшие коробочки. Одна уже пустая. А во второй находится еще кое-что, что может украсить мою сумку. И это тоже буква Си, но уже сделана из другого материала, металлическая, с золотыми такими шариками. И что происходит? Вот этот вот логотип, верхнюю часть его, букву Си, ее можно снять. И вместо нее надеть, например, вот такую серебряную. Поскольку у этой серебряной есть золотые такие шарики, а у сумки золотая фурнитура, оно как бы соединяет в одно и серебро, и золото. И это очень удобно, например, если у вас украшения тоже либо серебряные, либо золотые, и вы не знаете, что сделать для того, чтобы сумочка подошла. Вот таким образом она просто соединяет два этих цвета, и золото, и серебро. И все проще можно подобрать какой-то образ, например, к вашему выходу в свет. Так вот, эта сумочка, она мне очень понравилась тем, что вот эту букву Си можно менять на различные. В магазине были, конечно же, было больше выбора этих буковок, но я решила выбрать для себя две. Одна такая более коричневая, подходит к сумочке в целом, и вторая будет у меня металлическая, когда под настроение смогу их менять. Это не новая коллекция, это коллекция 2019 года, но ее, по-моему, до сих пор можно найти в интернете, поэтому, кому интересно, я оставлю ссылочку на эту сумку в описании под моим видео. Ну что, ребята, вот и все. Это все, что я хотела вам рассказать, показать на этот раз. Я надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео. Большое спасибо, что досмотрели его до конца. И, конечно же, желаю всем предновогоднего такого настроения, пускай сказка уже потихонечку входит в ваш дом. Расскажите, как вы готовитесь к Рождеству, покупаете ли уже подарки, может быть, кто-то уже поставил елку, пишите обязательно об этом в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся, как всегда, на следующей неделе на канале Holland & Me, где я вас очень жду. Пока-пока! Подписывайся на Holland & Me!